После бурного роста позапрошлую пятницу, прошлую неделю мировые фондовые рынки провели достаточно спокойно, торгуясь всю неделю в узком диапазоне без резких колебаний. Сохраняющиеся опасения инвесторов относительно долгового кризиса в еврозоне уравновешивались надеждами на ответные меры со стороны центральных банков. Однако на данный момент это в основном вербальные интервенции, и одной из таких интервенций на прошедшей неделе стало высказывание главы ЕЦБ Марио Драги о том, что возможен выкуп краткосрочных облигаций в целях снижения стоимости заимствований в Европе. Это придало настроение рынкам на всю неделю и также придало силу евро в его борьбе с долларом. Участники рынка продолжают считать, что в Европе ничего не лишено, но видят некоторые улучшения ситуации и все менее вероятным считают наступление настоящего коллапса. С момента выступления Драги две недели назад, когда он сказал, что готов сделать все, что нужно, чтобы сохранить евро, индекс ФТСЕ-100 прибавил более 6%, ДАКС около 9% и САС-40 в районе 12%. Хочется отметить, что во вторник президент ФРБ Бостона сказал, что Центробанк должен начать новую программу выкупа облигаций такого размера и продолжительности, которая необходима, чтобы вернуть экономику США в нормальное состояние. И это сказал участникам рынка о том, что некоторые члены ФРС выступают за более агрессивные меры поддержки восстановления экономики. Однако некоторые инвесторы видят проблему в том, что сильный рост последних недель требует для продолжения большего количества хороших новостей, которых на сегодняшний день нет, и ожидать разрешения долгового кризиса в ближайшее время, разумеется, также не приходится. И в настоящее время мы видим несколько иррациональную картину, когда плохие экономические данные положительно влияют на рынки вследствие увеличения надежд на меры центральных банков. И хорошие данные уже закономерно положительно влияют на рынки, а негативное влияние оказывают лишь выступления представителей финансовых властей, когда инвесторы у них слышат недостаточно об ожидаемых мерах стимулирования. И так как на прошедшей неделе таких высказываний практически не было, то рынки очередную неделю показывали рост, правда невыдающийся. Хочется отметить, что вышедшие в конце недели данные по торговому балансу Китая несколько изменили картину. Резкое замедление темпов роста экспорта заставило инвесторов вспомнить о рисках для мировой экономики, связанных с замедлением Китая. И в отличие от предыдущих дней, надежды на новые стимулирующие меры не смогли перевесить этот аспект. Впрочем, отступление мировых площадок было ограниченным, а в США и вовсе индексы после довольно слабого начала сессии сумели развернуться наверх и прибавили в пределах 0,3%. Отечественный фондовый рынок по-прежнему привязан к рынку США, который растет уже 5 недель подряд, и провел неделю в узком диапазоне 1400-1450 пунктов по индексу МВБ, показав по результатам недели рост порядка 1,7%. Текущую неделю индекс открывает в новых попытках штурм отметки 1450 пунктов. В этом ему помогает остающийся на высоких уровнях нефть, цена сорта Brent, которая составляет на сегодняшний утро свыше 113 долларов за баррель. В пятницу днем цены отступали со 113 до 111 долларов за баррель на фоне китайской статистики и снижения Международным экономическим агентством прогноза роста спроса на 2013 год. Однако уже в пятницу цены резко развернулись наверх, а сегодня утром обновили трехмесячный максимум. Одним из факторов поддержки стали очередные опасения обострения ситуации вокруг Ирана. Евро, достигнув в начале недели локальных высот к доллару, превысив значение 1,24, не смог удержаться на этих уровнях и закрыл неделю ниже отметки 1,23. Рубль на этом фоне продолжил укреплять свои позиции к корзине валют, стоимость которой опускалась в течение недели до отметки 34,78 рублей, но закрыла корзину неделю на уровне 35 рублей и 8 копеек, снизившись по отношению к рублю почти на процент. Если же говорить о предстоящей неделе, то здесь основным движущим фактором могут стать данные США. Начиная со вторника будут опубликованы статистика по розничным продажам, индекс потребительских цен, который является одним из основных индикаторов инфляции для ФРС, а также данные по промышленному производству, рынку жилья и индексы деловой активности региона Филадельфии и настроения потребителей Мичиганского университета.